Привет! С вами Маковка! Главная героиня этого обзора – пряжа Куала Хималая. Это сравнительно новая пушистая пряжа, которую мы не только испытаем в работе, но и сравним ее с очень похожей и более известной пряжей Минг Ярнард. Спросим отзывы и рекомендации по работе с меховой пряжей у рукодельниц. И начну я, как это ни странно, с конца. Куала Хималая и Минг Ярн Арт отличаются. Чем именно, вы узнаете дальше. Вам, наверное, интересно, какая же из них лучше. А вот никакая не лучше и не хуже. Они просто немного разные. Правильнее смотреть, лучше или хуже для конкретного творческого проекта. Сейчас я вам все подробно расскажу и, надеюсь, это поможет вам сделать выбор конкретно для вашей задумки. А может быть, и поможет решиться опробовать такую страшную пушистую пряжу. Итак, поехали. Куала и Минг – имитация меха. Обе нитки производятся в Турции. Первое, чем они отличаются – это состав. Минг производится из полиамида, тогда как Куала – 100% полиэстер. Полиамид – это синтетическое волокно на основе линейных высокомолекулярных соединений – полимеров. Он хорошо пропускает воздух, имеет высокие показатели износостойкости и прочности. Полиэстер – это синтетическое волокно из полиэфирных волокон. По внешнему виду он напоминает шерсть, а по характеристикам очень схож с хлопком. Конечно, это влияет на тактильные ощущения. Мех Минг кажется более скользким и шелковистым, тогда как мех Куала по ощущениям, так сказать, хлопковый. У Минг и Арнард в палитре 20 цветов, у Куала Хималая больше. У них сейчас 26 цветов. Хорошие, красивые такие цвета. Есть нежные, есть насыщенные. Но, кстати, вот такого красивого коричневого цвета, как мой моточек Минг, у Куалы нет. Про мишек они не подумали. Моточек Минг выглядит меньше, потому что он 50-граммовый, 75 метров длина нити. Тогда как у Куала мотки по 100 грамм, с длиной нити 100 метров. Если привести к общему знаменателю, то у Минка на 100 грамм длина будет 150 метров, а у Куала 100. То есть Куала толще. Но толще в отношении меха не совсем точное определение. Сейчас посмотрим обе ниточки поближе. Даже при беглом сравнении можно заметить, что нитка у Куалы пушистее. На сантиметровой ленте видно, что длина ворса у них почти одинаковая. Но у Минг ворс расположен в один слой. А вот у Куала минимум два слоя. Причем одни ворсинки длиннее, а другие чуть короче, как подшерсток. И это делает мех Куала более пушистым и густым. И потому у Куала получается короче метраж на 100 грамм. Гущий мех тяжелее нитка. Для того, чтобы понять, как это влияет на изделие, нужно, конечно же, провязать обе нитки. Вяжем спицами. Несмотря на разный метраж, оба производителя дают практически одинаковые рекомендации. Спицы 6-7 миллиметров пишут на Минке и 6,5 миллиметров на Куала. Для вязания образцов я взяла спицы 6 миллиметров. Отмечу, что вязать спицами меховую пряжу очень легко и очень быстро. И хотя в полотне петель не видно, на самой спице они видны отлично. В связанном виде отличить лицевую сторону от изнаночной практически нереально. И с лица, и с изнанки образец выглядит одинаково. Край изделий из меховой пряжи Куала не закручивается, поэтому вязать платочной вязкой или резинкой просто не имеет смысла. Итак, у нас два образца. Коричневый из Минк и кофейный из Куала. Отличии между ними прекрасно ощущаются при прикосновении. Постараюсь показать на видео так, чтобы вы тоже уловили. Образец из Куала немного толще и значительно плотнее. Именно благодаря многослойному ворсу. Вот я растягиваю образец и все пространство заполнено ворсом. В то время как Минк, имея всего один слой ворса, очень уступает по плотности. Самое подходящее слово здесь жиденький. Мех настолько жиденький, что при растягивании видны просветы. Чтобы их не было, спицы нужно брать гораздо тоньше. Если вязать спицами меховую безрукавку, кофту или шапку, то, конечно, из Куала она будет плотнее и, вероятно, теплее и не будет продуваться. На воротнике я бы тоже взяла скорее Куала. Мне очень понравилось, как выглядит изделие, вариант комбинирования Куала с гладкой пряжей, когда создается эффект стриженного меха. Поэтому я связала такой образец тоже. Снизу соотношение рядов 6 к 2, а выше 8 к 4. То есть, на 8 рядов из Куала, 4 ряда из гладкой пряжи. В моем случае это акриловая пряжа, примерно 120-140 метров на 100 грамм, подходящая под спицы 6 миллиметров. Как по мне, при вязании одежды это выглядит более эффектно, чем сплошное меховое полотно. С изнанки, кстати, тоже интересно смотрится. Сумочка также из Куала. Внутри каркас из пластиковой конвы, но в данном случае по конве не вышивали, а просто использовали ее как основу для уплотнения. Верхняя часть сумочки была связана, а внутри подклад. А вот еще несколько примеров изделий из Куала. При вязании ворс не лезет, не путается и не цепляется. И распускается меховая пряжа тоже практически без проблем. Очень-очень легко, видите. Вяжем крючком. Из пряжи имитации меха получаются чудные игрушки. На обеих пряжах рекомендуют крючок 6,5 миллиметров. Для вязания полотна какой-нибудь одежды, пледа и так далее вполне подходящий размер. Хотя мы знаем, что игрушки все предпочитают вязать куда более тонкими крючками. А еще многие не решаются вязать из меховой пряжи, думая, что это очень сложно. Соглашусь, и с гладкой пряжей, конечно же вязать легче. Но и по поводу меховой пряжи у меня сложились очень хорошие впечатления. Мне очень захотелось вязать белую ламу и вот какая она у меня получилась. Вязала я крючком номер 3. Некоторые свои наблюдения я озвучу чуть позже. Сейчас же мы спросим отзыв о Куала у людей, которые имеют намного больше, чем у меня, опыт вязания игрушек и которым есть чем сравнивать. И надеюсь есть чем поделиться. По забавному совпадению обеих рукодельниц зовут Ирина. Ирина, вы связали голову медвежонка, одну из Куалы, одну из Минка. Я вижу они получились разного размера. Вы вязали по одной схеме? Да, схема абсолютно одинаковая. И вот самый большой набор петель 36 по кругу, по спирали. То есть видите насколько эта нитка менее объемна. Получилось вот такого размера. Видите? А вот эта нитка более объемная. То есть у нее больше меха. Ну эту и сложнее вязать. А вы одним крючком вязали? Одним номером крючка? Нет. Вот это три. Потому что тоньше ниточка. А вот это я попробовала вязать тройкой очень плотно. Очень плотно. Поэтому я взяла три с половиной. Как раз я думаю, что в самый раз. Но размер видите вот насколько получилось. Это меньше, это больше. Хотя схема одна и та же. На размер мог повлиять номер крючка? Ну немного я вам скажу. Да, размер крючка тоже влияет на величину игрушки. Но не настолько, я думаю. Есть ли принципиальные различия вязания в работе с минком и с полой? Я вам скажу так. Мне с минком было проще, потому что нитка тоньше. И вот с минком нет проблем, когда вы начинаете вязать амигуруми. Вот есть кольцо амигуруми и вы затягиваете. С этим проблем здесь у меня не было. То есть нормально затянулся и пошло вязание по кругу. Значит здесь за счет того, что больше ворса идет, то я бы например рекомендовала начинать с четырех столбиков цепочки. И в первые делать добирать уже шесть по кругу и начинать вязать по спирали. Потому что проблематично затянуть вот этот вот узелок нам. А так в принципе, ну вы сами видите. Мне почему-то больше понравилось вот визуально. Хорошо, такой вопрос. Насколько тяжело было вязать из пряжи меха? Ну я вяжу в принципе довольно давно. Ну я вам скажу, да, мне было проблематично. Почему? Потому что не видно самого столбика. Поэтому я и вот девочкам советую, что нужно использовать обязательно маркер, так как мы вяжем по спирали. А как быстро вы приспособились нащупывать вот эти вот дырочки? Ну, первый опыт был вот этот. Из них было мне проще, потому что видите, вот здесь ворс идет в одну сторону. Видны столбики. То есть связав буквально первых два ряда, я уже сориентировалась, что можно вот здесь нащупать столбик. И здесь было проще, но она темнее. Чем темнее нитка, тем сложнее найти столбик. Но я как бы на ней вот натренировалась. Но здесь было немножко сложнее. Ну, я вам скажу, что если вдруг вы пропустите, допустим, один столбик там случайно, то на такой игрушке поверхности меховой меньше видно изъянов. То есть, допустим, где-то такая небольшая ошибочка, тоже ничего страшно. Но все равно старайтесь, старайтесь каждый столбик. Особенно сложно будет, когда пойдут убавки здесь. Но это опять-таки все зависит от практики. Я думаю, первая пробная у всех получится более-менее, а там дальше все пойдет легче и легче. А вот если сравнивать эту нитку, скажем, с софти, да, она тоже немножко пушистая, насколько сложнее эта нитка вязать, чем софти? Сложнее эта. В софте намного проще. Там короче ворс. В софте больше видно столбики. Вам более бы, особенно когда вы будете делать убавочки, там убавочки идут за передние половинки столбиков. То есть, вы не весь захватываете, а передние. В софте намного проще. Здесь сложнее, но все равно приспособиться сделать. Я думаю, кто очень захочет, запросто. Ирочка, ты связала уже целую голову. Каким номером крючка я вязала? Номер второй. Вот такой вот у меня обычный крючочек. Не кловер, не тюлип. Обычный китайский крючочек. Почему двоечка? Мне кажется, он мелковат для такой нитки. Двоечка, чтобы было плотнее и не было видно зазоров между петелек. Плотнее вязка получается. Вот это то, что у тебя смоточка осталась? Да, это осталось одного моточка. Вот такого вот большого моточка. Как думаешь, на такого размера медведя хватит двух моточков на туловище лапки? Или надо будет третий брать? Я пока в процессе, я думаю, что да, хватит. Я думаю, что хватит. Насколько тяжело тебе было вязать из этой нитки? Как, в принципе, из любой фактурной пряжи, это очень тяжело. Но глаза потом привыкают, руки уже сами нащупывают петельки. Ну, для начинающих вязальщиц я бы рекомендовала использовать вот такие вот маркеры. То есть, себе выделить главный маркер, где начало ряда идёт. И вот можно, в принципе, каждую петельку помечать себе маркером. Это для того, чтобы было видно, где вот начинается, где петелька идёт. Чтобы видно было, куда вставлять крючочек. Можно это сделать вот так. А можно себе там, например, отсчитать там по пять петелек. Через каждые пять петелек или через каждые две петельки. Я знаю, ты вязала изминка. Сегодня принесла с собой изминка ещё, да, игрушку? Да, конечно. Вот это такое у нас. Можешь их сравнить по сложности вязания? Одинаковые они? В принципе, да. В принципе, да. Почему? Потому что это моя первая игрушка изминка. И это моя первая игрушка из калы. Потом, в принципе, ну всё в процессе вязания происходит такой момент, что руки сами привыкают, даже не глаза, а сами руки привыкают. То есть, у тебя уже, ты понимаешь, куда тебе нужно вставлять крючочек. Вот, я сейчас петелек не вижу, я практически на ощупь вот вяжу. Вот через каждую петельку, да. Петли нужно считать, петли нужно записывать. То есть, провязал ряд, записал ряд. Прибавки, убавки обязательно себя контролить, потому что это на память. Ты просто провязываешь, ты забываешь. А так, на листочке раз, ряд такой-то. В этом ряду столько-то петелек, столько-то там всего. Вопрос такой, ты когда связала изминка, ты выворачивала на изнаху? Нет, не выворачивала. И тут не выворачивала. Есть у меня специальная расчесочка для котиков. Пуходерка называется. И это нужно делать максимально аккуратно, вот так вот расчесывая, легенькими движениями. Да, вот иногда вот такое вот случается, что вылетают немножко кусочки пряжи, но это не смертельно. Это не смертельно, это все начесывается, все хорошо. Хорошо, а если сравнивать с софти, да, вот это у нас еще и софти есть игрушка. Софти намного легче. Ну, насколько разница? Это еще не законченная игрушка. Для меня, как это был, у меня первый крошек был по мастер-классу Марии Устюшкиной, мне было очень тяжело, потому что это была моя самая первая игрушка. То есть дело не в пушистости? Дело вообще не в пушистости, дело в том, что дело в самой пряже, да. Это когда, если вы вяжете постоянно там полухлопком или хлопком, или акрилом, у вас все четко видно все петельки. Здесь начинается интересное. То есть, да, вот... Но вот это намного меньше пушистая. Значит ли, что ей легче вязать, чем пряжа у них, или нет, или одинаково практически тебе было? Ну, может быть, вторая, вот когда пошла и вторая игрушка, тогда уже было, да, намного легче. Привыкаешь просто, что привыкаешь к этой, что привыкаешь к той. Но мне кажется, по сложности не все одинаковые по сложности. То есть, кто вяжет нормально из софти, тому и из этой должно быть. Кто вяжет нормально из софти, мне уже кажется, будет нормально вязать из любой фактурной пряжи. Будь то Нака Париж, будь там Хималайя Коала, либо же это Минг. Хорошо, каверзный вопрос. Если сравнивать Минг и Коалу, какая больше понравилась? Или не видишь различий? Ну, особых различий не вижу. Единственное, что здесь мех идет пушистее. В принципе, ворс по длине у них практически одинаковый. Я, по-моему, меряла, не помню уже точно. Но здесь он просто пушистее. Честно говоря, мне больше нравятся изделия из Коалы. За счет пушистости? Да, да, и не так лезет пряжа. А тут вот сильно, если уже начинаешь начесывать, я не знаю, ну, может, это мой такой первый опыт не, вот, скажем, неудачный, может, удачный. Ну, немножко, вот, мне кажется, Минг больше вылазит при начесывании. Этот не так, Коала не так вылазит вообще. Мне больше, вот, в принципе, вот мордаха мне больше этого, Мишке нравится. Я имею в виду, что вот фактурность. Спасибо! Теперь мои личные наблюдения и подсказки при вязании из такой сложной пряжи. Если нужно связать определенное количество столбиков, главное число, а не попадание. Красота столбиков не важна вообще, их не видно. Вязать можно или на ощупь, при прощупывании чувствуется впадинка. Или просто с определенным шагом. Например, делать столбик примерно через каждый сантиметр. Еще раз напомню, что из-за меха будет не видно, попали ли вы в столбик нижнего ряда или нет. Еще один секрет. На самом деле, столбики можно увидеть с торца. Мы обычно смотрим на работу как бы сбоку изделия. А если посмотреть сверху, то видны петли столбиков. Видите? Это нитка кофейная и столбики или петельки хорошо просматриваются. Но и в светлой нитке, в розовой, например, их также можно увидеть. Немного раздвигаем мех в сторону, видите? Вот один, второй, третий. Петли просматриваются. И вот в белом цвете также их видно. Одна, вторая. При вязании пряжей мехом немного тяжело посчитать количество уже провязанных столбиков и рядов. Если нет счетчика рядов, чтобы не сбиться и не сделать ненужное расширение, можно воспользоваться методом счета ряд-петля. Например, нужно связать животик вами 7 рядов по 10 петель. Вяжем и считаем себе в уме. Ряд первый. 1-1, 1-2, 1-3 и так далее. Последняя петля 1-10. Или, например, пятый ряд. 5-1, 5-2, 5-3. Первая цифра ряд, вторая петля. Считается, что у минка с изнаночной стороны, если вязать крючком, мех пушистее. Поэтому многие игрушечники выворачивают связанную деталь наизнанку. В Куала я особой разницы в пушистости между изнанкой и лицом не заметила. Если она есть, то совсем незначительная. Также разницы при вязании по кругу изнутри или снаружи тоже нет. В этом образце нижнюю половину я вязала, держа крючок внутри, с изнанки. А верхнюю половину держа крючок снаружи. Разницы в пушистости нет, не знаю, я ее не вижу. Я вязала без схемы и без описания. И самое страшное, что происходило, когда вяжешь не по схеме, пока не набьешь руку. Непроизвольное расширение. Видимо, я провязывала в одну петлю по 2 столбика, из-за того, что их не видно. По расходу одного матка Куалы мне хватило почти на всю ламу, кроме головы и маленького кусочка шеи. А высота у меня, ну вот видите. Это не просто моя первая игрушка из Куала. Это в принципе моя первая игрушка. Раньше я не вязала игрушек вообще, никаких. И пусть это не грациозная лама, а скорее беременная лама в прыжке. Девчонки, если у меня получилось вязать без опыта, без схемы, без описания, то у вас с опытом вязания игрушек и подавно все получится. Я даже не сомневаюсь вас. Причем я уверена, что вяжу я из гладкой пряжи, все было бы намного ужаснее. У меха есть шикарное достоинство. Он скрывает все косяки. Все некрасивые петли, ну красивые впрочем тоже скрывает. Все убавки, прибавки, где-то что-то пропустили. Всего этого не видно. И это классно. Так что не бойтесь, обязательно попробуйте связать милую игрушку из этой замечательной пряжи. На этом все. Всего хорошего. Пока!